Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Игровые прохождения, летсплеи. Буду рад вас видеть на моем втором канале. Ну что же, а мы продолжаем. Сегодня у нас месяц октябрь и ноябрь на ходу. Играем мы против Баруси Мюнхенгладбах. Как вы видите, патч, да, у меня полетел именно в этом сэйве еще в некоторых. Поэтому мы эту карьеру, потому что начинали еще в начале там где-то октября. Не проверял сильно там патчи. Как вы видите, Баруси Мюнхенгладбах с такой эмблемой и в форме Сивили. Но я надеюсь, нам это не помешает хорошо отыграть. Вот такой у них состав. Закария есть, Крамер, Луис Густаво, Слива Гинтер, Эл Веди. Поэтому такие прям игроки есть. Александр Плеа на скамейке запасных. Ну что же, 72-й рейтинг уголкипера. Мы с 98-м рейтингом. Сейчас мы полностью заряжены. Баруси Мюнхенгладбах, форму только надо поменять. Кстати, почему-то видите, у них белая нарисована, а там черная. Поэтому видите, какие здесь изменения. Поэтому давайте лучше пусть они в домашние, а мы сейчас изменим. Вот, вот это вот классная такая форма у Баварии. Ну что же, Баруси против Баварии. Поехали. Итак, у нас Бундеслига. Баруси Мюнхенгладбах принимает сегодня Мюнхенскую Баварию. Посмотрим, как мы отыграем. Не очень мы сейчас стартовали, конечно, в Баварии. Но не будем забывать, что играем мы все-таки на звездном игроке. На легенду я пока что не рискую переключаться. На легенде мы играем в карьере за вратаря. Поэтому, кому интересно, можете перейти на канал, посмотреть. Ну, фол уже был. Мяч остался у Баварии. И Ливандовский открывает что-то там матча. 81-ая минута. 1-0. Моя голевая передача. Все замечательно. И все. Минимальная победа на выезде. Ливандовский забивает единственный мяч в этой встрече. Моя голевая передача. За сегодняшний матч. Один удар в створ у нас. Вообще все замечательно. Ну и Ливандовский игрок в матч. 7-5 у него оценка. После этого матча мы поднялись на четвертую строчку. У нас теперь одно очко отставания до Штуккарта. У нас вторая голевая в сезоне. 85-я в карьере. Итак, сейчас у нас матчи за сборную. Играем против Ургвай и Хорватии. Тезис 4 у нас пока что голов 5 голевых передач. Естественно, мы пропускаем. Ну, нулевая ничья. Теперь у нас игра против Хорватии. Мы проиграли 4-0. И уже отыграли 74-й матч за сборную России. Итак, сейчас у нас кубковая игра. Играем мы против Герты. Они идут, кстати, в чемпионате на третьей строчке. Надо посмотреть, точно ли это та там Герта. Ну, субботич есть в составе известных таких игроков. Рейтик. Центральный нападающий на скамейки запасных. Ну, а больше таких прям. Оскан, он вроде как тот, по которому я понимаю. Ну, все, вот таким составом мы выходим. Играем против Герты. Домашняя для нас игра. Мы будем играть на нейтральном стадионе. Поехали. Итак, Бавария против Герты. Играем в кубке Германии. Вроде для нас это вообще первая игра в кубке. Я не помню на самом деле. Ну, что же, посмотрим, как отыграем теперь еще и в новом для нас турнире. Хорошая передача. И это 1-0. Спасибо большое. Прямо на пустыне. Выдал. Ну, в стеночку, наверное, стоит. Так, отыгрались. 28-я минута. 1-0. Забиваем Герти. И. И это 2-0. Как сейчас мы разыграли? А, 67-я минута. Делаем счет 2-0. Забиваем дубль. Молодцы, ребята. Очень даже мне сейчас понравилась такая вот наша игра. И вот замечательный выход. 1-1 у нас. И мы забиваем хит-рик. 85-я минута. Счет 3-0. Мы забиваем хит-рик в кубке Германии. Замечательно. И все. Разгромная победа Баварии над Гертой. Причем даже Герта идет чуть выше, чем мы в турнирной таблице. Но все равно мы забили хит-рик в кубке Германии. Это замечательно. 4 удара в створ было. Полная доминация. 8-5 у меня оценка. Итак, дальше мы, кстати, встретимся против Лейпцига. Я так понимаю, это четвертьфинал Кубка Германии. Уже за этот сезон 7 забитых мячей. И 167-й гол был у меня в карьере. Итак, сейчас у нас Лига Европы. Играем на выезде против Киевского Динамо. Ну, здесь-то у них нормальный должен быть, да, состав. Цыганков в составе. Нубель у нас, кстати, на воротах. Теперь вместо Ливандовского у нас Мюллер. Наш такой вот партнер в нападении. Ну что ж, посмотрим. Динамо против Баварии. Поехали. Итак, Динамо Киев против Баварии. У нас очередной тур Лиги Европы. Вроде как третий. Что-то я даже не посмотрел на турниры наше расположение. Но все равно будем играть только на победу. Мы одну игру, если я не ошибаюсь, даже проиграли в Лиге Европы. Поэтому нужно наверстать упущенное. По флангу движемся. Входим мы в штрафную. И прострел. И это гол. Томас Мюллер. 1-0. 26-я минута. Моя голевая передача в Лиге Европы. И все. Минимальная победа у нас в Лиге Европы на выезде. Обыграли Киевское Динамо. Моя голевая передача, можно сказать, приносит нам победу. Два удара даже в створ смогли нанести за весь матч. Оценка у меня 7-0. Лучший игрок матча Мюллер с Оценкой 7-5. Да, это был третий тур. У нас в группе... Я уже забыл, кто играет. Вон, Истанбул с АЕКом сыграли в ничью 0-0. Ну и мы пока что на второй строчке. У нас 6 очков. Надо вот как раз было обыгрывать АЕК. Третья моя голевая передача в сезоне. 8-6 в карьере. Итак, сейчас у нас игра Бавария против Ливеркузинского Байера. У нас одинаковое количество очков. Поэтому сейчас будем бороться за вторую строчку. Байер вроде как даже лицензионно здесь как команда. Вот поэтому с ними все нормально. Ну а мы вот таким составом выходим. Посмотрим, что из этого выйдет. Бавария против Байера. Поехали. Итак, Альянс-Арена. Бавария против Ливеркузинского Байера. Очередной у нас матч в Бундеслиге. Теперь у нас борьба идет сейчас за вторую строчку. Равенство очков у нас с Ливеркузинским Байером. Поэтому будем стараться занимать первую сейчас строчку. Ну, потому что там Штутгард если проиграет, то мы можем попасть, конечно, на это место. Ну, у нас будет еще и угловой замечательно. Неплохо. И удар. И это гол. Автогол забивает в свои ворота. Не знаю кто. Почему на Градецке показывают? Он что ли забивает? Смотрим еще раз на этот момент с другой камеры. Здесь Коман отдает на нас. Ну, я даже не знаю. Как бы может быть от ног Градецке мяч залетает. Но в любом случае 1-0 мы выходим вперед. Ставят автогол. Не записывают здесь на кого-то. Ну, раз показали Градецке, значит, будем считать, что от него. И все. Минимальная победа Баварии над Байером. Благодаря вот этому автоголу. Можно как бы и народный на меня этот гол засчитать. Но все равно благодаря автоголу мы побеждаем в сегодняшнем матче. В очной встрече мы обходим Байер. У меня оценка 7-0 за матч. Ну, потому что, наверное, посчитали на меня гол. В любом случае, 7-й тур у нас заканчивается. Мы на первой строчке. Штутгарт, я так понимаю, тоже потеряли очки. Они, скорее всего, проиграли даже. Поэтому мы сейчас на первом месте. Замечательно. Итак, сейчас у нас игра против Шальки. Они идут на 10-й строчке. Для нас это выездная игра. Итак, вот такой состав у Шальки. У них вроде вся лицензия есть. Вот наш состав. Все так же у нас Нойер на воротах. Ну, что же, выездная игра. Шальки против Баварии. Поехали. Итак, Велтинс-арена. Шальки против Баварии. Очень важная для нас игра, чтобы укрепиться на первом месте. Поехали. И какой гол забиваем, а? 41-я минута. И это 1-0. Мы выходим вперед на выезде против Шальки. Очень хорошо здесь прям отыграли. Дождались вот этого вот момента. Возле штрафной. На нас прям аккуратненько так вынесли. Ну и очень хорошо так закрутили в самый нижний угол. Причем попали с подкрутки. Замечательно. Итак, заканчивается у нас матч. Минимальная победа над Шальки на выезде. Благодаря моему, ну, действительно красивому голу. У нас 1-0 на раствор. И это нам приносит победу. 7-5 у меня оценка. После уже какого-то 8-го тура мы на первом месте. У нас лидерство в 5 очков. Ливеркутинский Байер попадает на вторую строчку. Я забил свой 8-й гол в сезоне. 168-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас 4-й тур в Лиге Европы. Снова играем против Киевского Динамо. Играем теперь дома. Вот такие вот составы у обеих команд. Мы готовы. Поехали. Итак, Альянс Арена. Бавария против Киевского Динамо. Четвертый тур у нас Лиги Европы. Ну что же, поехали. И как мы сейчас все это разыграли. 16-я минута. 1-0. Забиваем ворота Киевского Динамо. И все, заканчивается у нас матч. Благодаря моему единственному забитому мячу мы побеждаем. Один удар в створ, причем от нас. Ну и замечательно. 7-5 у меня оценка. И теперь мы на первом месте. АЕК, я так понимаю, проиграл свою первую игру. Поэтому мы теперь возглавляем первое место в группе К Лиги Европы. Девятый гол мы в сезоне. 169-й гол в карьере. Итак, снова у нас сейчас игра против Мюнхенглазбасской Баруси. Только теперь... Ну это реально какая-то, я не знаю, либо что это за команда такая. Пулцин у них есть в составе, мы видим. Карамер есть. Так что я не знаю. Хоффман какой-то. Но это не тот. Вот. Кадарабек есть даже. Плеа. Правда, на позиции атакующего полузащитника. Ну посмотрим, посмотрим. Играем мы дома. Бавария против Баруси. Поехали. Итак, Бавария против Баруси. Домашняя наша игра. Посмотрим, что у нас будет складываться. Вроде как в этом выпуске мы нормально даже с вами и в чемпионате, и в кубке играем, и в Лиге Европы. Поэтому вроде как нормально так можем даже и на трэбл претендовать. Но, конечно, не трэбл, только вот Лиги чемпионов. Итак, нас заменили. На 80-й минуте вместо меня вышел Роберт Ливандовский. И ничья у нас с Баруси Мюнхен-Гладбах. Со счетом 0-0 мы заканчиваем. Хотя даже, ну, по ударам видно было доминацию на поле. Но, к сожалению, реализовать ничего не получилось. То есть, Дебо у них стал игроком матча. После этой ничьей у нас 3 очка лидерства. Ну что, сейчас у нас матчи сборной. Давайте посмотрим. У нас 34 плюс 5. Играем против, первый матч против сборной Германии. Поэтому пропускаем. 4-2 мы победили. 34 было плюс 5. То есть, мы забили все 4 мяча в ворота Германии. Вот это да. Покер в ворота сборной Германии. Так, теперь у нас игра против Колумбии. 38 плюс 5 у нас было. Ну, здесь мы уже проиграли. Поэтому, ну, неплохо мы так провели. 76 матчей у нас уже за сборную России. Ну что, сейчас у нас игра выездная против Лейпцига. Они идут где-то ниже 10-й строчки. Вот такой вот у них состав. Скорее всего, это вообще не тот Лейпциг. Потому что здесь у нас есть Пентек. Пикарик. Кампель, который на позиции центрального защитника. Ачоа. Паласио в нападении. Ну, как вы видите. Этих игроков. У Памикана даже есть центральный защитник. Но он молодой. Или вообще не тот. Что я не знаю. Ну что же. Лейпциг против Баварии. Поехали. Итак. Редбулл арена. Бавария приезжает сегодня к Лейпцигу. Ну что же. Посмотрим, как у нас сегодня сложится эта игра. И мы пропускаем. 14-я минута. Лейпциг забивает. И все. Заканчивается матч. Мы проигрываем со счетом 1-0. А Лейпциг побеждает. Забирает 3 очка. В своей вот этой домашней игре у них один удар в створ. Ну, у нас тоже такое вот случалось. После этого матча мы опустились на третью строчку. Но у нас лидерство занимает именно Байер. По разнице мячей у них плюс 7 у нас плюс 5. Поэтому вот такие вот дела. Итак. Сейчас у нас домашняя игра против Штутгарта. Они идут на 10-й строчке. У нас над ними лидерство в 5 очков. То есть, понимаете. Мы на 3-й. Они на 10-й. А лидерство в 5 очков. Ну, то есть, плотность у нас очень высокая в турнирной таблице. Вот так вот выглядит состав Штутгарта. Наши видите на своих экранах. Ну, что же. Мы готовы. Бавария против Штутгарта. Поехали. Итак. Бавария против Штутгарта. Альянс Арена. Поехали. Итак. Нас заменили. Вместо нас вышел Арп на 84-й минуте. И заканчивается у нас матч со счетом 0-0. 2 у нас было удара. 0 в створ. Штутгарта хотя бы в створ смогли нанести удар. Буатенк у нас становится игроком матча. 7-0 для него оценка. После этой ничьей мы все так же на третьем месте. Делим первую строчку с тремя командами. Итак. Сейчас у нас ответная игра. В Лиге Европы вроде как пятый тур. Играем снова против Айка. Но теперь только дома. И это единственная команда, которую мы проиграли на групповом этапе. Нужно отомстить им. Теперь дома мы играем. 1-0 мы вроде им проиграли на выезде. Вот таким составом мы выходим. Вот такой состав у Айека, который тренирует Каррера. Ну что же, мы готовы. Бавария против Айека. Поехали. Итак, Бавария против Айека. Альянс Арена. Пятый тур Лиги Европы. Поехали. Итак, на 78-й минуте меня заменили. Вышел Зиргзи вместо меня. И все, финальный сесток. Мы играем в ничью против Айека. Ливандовский и все остальные празднуто. Это значит только одно. Мы вышли с вами в плей-офф Лиги Европы. По матчу-то мы доминировали. 6 ударов, 4 створа даже было. Я еще и игрок матча, хоть меня и заменили. Динамо-Киев минимально обыграли Истанбул. Но мы сейчас на первом месте. Нам остается только вроде как сыграть с Истанбулом. И я так понимаю, нам нужна в любом случае только победа. Потому что при ничейном результате Айек нас может обойти по очным встречам. Поэтому нам нужно обыгрывать Истанбул. Итак, ну а сейчас у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем мы против Герты. Они идут на пятой строчке. У нас два очка лидерства над ними. Играем мы еще и на выезде. Вот такой вот у них состав. Ну что же, мы готовы. Герта против Баварии. Поехали. Итак, Герта против Баварии. Олимпиад Стадион. Поехали. Итак, хороший момент. Удары это гол. 77-я минута. Замечательно мы проходим и забиваем. 1-0. Бавария впереди. И все, заканчивается матч. Минимальная победа благодаря моему единственному забитому мячу. Бавария одерживает победу на выезде над Гертой. 3 удара, 3 в створ. 1 гол. Замечательно. 7-5 у меня оценка. Ну что же, после этой победы мы поднимаемся на вторую строчку. Армения потеряла там очки. Похоже. Сыграли они там в ничью. Я не знаю на самом деле. А нет, там Штутгарт. Да, вот Штутгарт потерял очки. Как раз проиграли походу. Ну а мы с Байером пока что идем на первом месте. Хоть мы и обыграли даже Байер. Но все равно свои очки мы тоже потеряли. Как-то так. Забил я 10-й гол в сезоне. 170-й гол в карьере. Итак, я снова признан лучшим футболистом мира. Для меня это я уже не помню на самом деле какой. Я пришел из Зенита в Ювентус. Я естественно не мог получить. В Ювентус один год получается. Но четвертый уже, мне кажется, золотой мяч. Снова в нашей коллекции. Четырехкратные обладатели золотого мяча. У меня травма какая-то, говорят. У нас есть результат медицинских обследований. Воспаление мышц. Всего лишь в декабре сказали, вот я вернусь. Могу ли я план игры посмотреть? Так. На одну неделю сказали, я вылетел. Так, ну если так смотреть, то я скорее всего пропущу игру со Штутгартом как раз. Но давайте посмотрим. Итак, мы не включены в составе. Сказали, лучше дождаться. Ну давайте просимулируем хотя бы. Мы проиграли Штутгарту 2-0. Замечательно. Мы теперь на четвертом месте. У нас два очка отставания до Армении. Как-то так. Снова нам говорят, мы не увидим в матче против Истанбула. Поэтому давайте мы это снова просимулируем. А здесь мы победили. Отличный. Выходим мы с первого места. Замечательно. Ну и Айек. Хотя вот у них тоже вот единственное поражение. Я не помню от кого они его получили. Но у них три победы в группе. Причем и над нами. Тоже есть. Все. Теперь врачи дают добро. Поэтому мы на вот этом замечательном моменте и завершаем. Все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok